Друзья, привет-привет! С вами Ирина Грачева, это проект Ирина Грачева Рейсинг, и сегодня мы продолжаем нашу рубрику разбора полютов гонок, и начнем с гонки МАП Трофима Реагнеспирон. Это моя первая гонка в новом сезоне 2021. Это была одиночная гонка, заявленная длиной 220 миль, но дистанцию пришлось организаторам немножечко сократить из-за ожидаемых слабых ветров. В итоге полностью дистанция составила всего 200 миль. Гонка в одиночку, соло, без посторонней помощи, без связи с землей, без мобильных телефонов. Все, как мы любим в классе мини. В городе Дуарнене это замечательное место, очень теплая атмосфера, очень любезные местные жители, очень любезные организаторы. В общем, гонки в Дуарнене, наверное, одни из самых любимых для меня в сезоне класса мини. Как вы знаете, чтобы выйти на этот старт, мне пришлось очень сильно потрудиться. У меня была достаточно серьезная проблема с килем в прошлом году. Мы его сломали пополам. И был непростой период изготовления нового киля, непростой период коммуникации с ответственными за это лицами и компаниями. Кили задержали на 4 месяца. Это сорвало мне полностью сезон, сорвало мне полностью подготовку к сезону 2021. Мне пришлось отменить первые гонки, мне пришлось отменить все тренировки, ради которых я переехала вместе с лодкой Валерьян. И в итоге мы занимались технической подготовкой лодки на протяжении трех месяцев. И решили сделать гораздо больше, чем планировали изначально. Решили сделать максимум для подготовки уже к мини-трансад. То есть изначально мы планировали эти работы сделать немножечко в другое время. Но поскольку пришлось ждать киля, мы как бы брали все больше и больше работ, чтобы использовать это время в пользу. Но, безусловно, со спортивной точки зрения, с точки зрения тренировок, это время для меня было упущено. И когда все мои соперники тренировались, гонялись, уломались, чинились, набирались опыта, я набиралась опыта в ремонте. В итоге киля я получила всего за неделю до старта. В спешке его устанавливала. Большое спасибо работникам Валерьяна, Жильда и Янику, которые на большом кране очень аккуратно балансировали моей лодкой, чтобы мы могли установить киль нежно, по месту. Там был действительно миллиметраж. Очень профессионально ребята отработали. В общем, когда я спустила лодку, у меня было еще два дня на полную подготовку. Я работала с утра и до ночи. Мне пришлось отложить всю свою работу. Мне пришлось отложить обеды, завтраки, ужины. Я работала, работала, работала. И после всей этой работы я вышла в перегон на 80 миль в ночь, потому что времени было совершенно впритык. Я должна была успеть к стабилити-тесту, потому что с новым килем лодка должна была пройти испытания на стабильность и контрольный обмер класса мини, чтобы участвовать в гонке. Естественно, это все имело определенный график, в который я пыталась уложиться как только могла. В итоге все получилось. Музыка Вот так, собственно, проходил обмер осадки. Моя лодка обязательно должна была его пройти, потому что кель новый. Дизайн келя тот же самый. Ему усилили металлическую структуру, то есть металлическую пластину, которая внутри. Она стала более массивной, более тяжелой. Но по габаритам, по основным габаритам он должен был остаться в предыдущих размерах. Но, безусловно, класс должен был это проверить официально. Длина, ширина лодки не изменились, поэтому обмер у меня был неполный только на осадку. Как мы помним, в классе мини действует правило Box Rules. И вот эта вот коробка Box, вернее, рамка Frame действительно существует. И вот она на видео. С помощью нее как раз и мерили осадку. То есть лодку в обмерном состоянии прогоняли через рамку до сюда, с кельем, установленным вертикально. И потом также прогоняли с кельем уже в положении от крена. Соответственно, лодка должна была пройти рамку, не задев ее. Что она и сделала. После обмера был security check. Кроме того, я должна была доделать мелкие вещи, которые я не успела доделать еще в ларьяне. Все мое время, опять же, было направлено на подготовку. И в ночь перед стартом, вечером перед стартом, я была занята подготовкой роутбука на протяжении пяти часов. Я скрупулезно готовила свой маршрут, готовила карты течений, вписывала время, в какое время какие течения будут. Ловила самые актуальные прогнозы, чтобы распечатать с собой, взять с собой принтскрины, чтобы распечатать, посчитать с помощью expedition routing по погоде. Все это я делала до часу ночи, потому что последняя актуальная модель пришла что-то около 11 с чем-то. Естественно, мне нужно было еще все эти данные обработать и распечатать в удобном для себя виде. В итоге эта работа была не зря сделана. И именно благодаря стратегии, забегу вперед, я выиграла эту гонку. Старт был назначен на утро, в 9 утра, что означало, что в 7 утра мы должны были все быть в готовом гоночном состоянии, сдать мобильные телефоны, что означало, что встать надо было в 5 утра, чтобы хорошенько позавтракать, чтобы одеться, добраться до Марины, завести паруса, доделать что-то мелкое по лодке, ввести координаты точек. То есть поспать удалось перед гонкой 4 часа. На старт я вышла немножечко уставшая. И, если честно, для меня основная цель на эту гонку стояла пройти ее безопасно, проверить все новые системы, потому что обновили мы не только кель, мы обновили очень много всего. Палубное оборудование, новые ванты. Ванты у меня текстильные, из ПБО, соответственно, они тянутся. Я очень долго делала настройку этих вант. Переделывать ее придется еще не один раз, потому что они все еще новые и должны сесть по месту. Мы поменяли всю электрику вместе с Мастер Вольт и Аквамарин. Мы поменяли кучу веревок, кучу систем вместе с Рублайн. Мы поменяли, вернее, мы еще меняем блоки палубное оборудование вместе с Карвер. В эту гонку я уже вышла с новыми лебедками и некоторыми новыми блоками. Но мне предстоят еще большие замены. Мы будем менять всю систему келя, мы будем менять закрутки, мы будем менять проводки бэйбиштага. В общем, работа еще предстоит большая. Огромное спасибо партнерам и спонсорам, которые дали возможность эту работу сделать и получить прекрасное оборудование. Очень радует, что Канопус с каждым днем становится все красивее и красивее, все надежнее и надежнее, все сильнее и сильнее. Я еще раз показываю баннер наших спонсоров. Пожалуйста, запомните эти логотипы, эти компании более чем надежные, более чем прекрасные и действительно заинтересованы в развитии, в поддержке. Все вместе мы на правильном пути. Я, конечно же, буду еще подробно рассказывать о том, что мы обновили с каждым из наших спонсоров. Буду подробно рассказывать об оборудовании и о работах, которые мы провели. Подписывайтесь на наш канал, чтобы ничего не пропустить. Ну, а теперь, собственно, сам разбор полетов. Ну что, погнали? Как обычно, разбор полетов я буду делать с помощью нашей картографии. Благодаря трекерам Yellow Brick вы можете следить за каждым гонщиком в каждой гонке класса мини, отслеживать его прогресс, результаты, смотреть, какую стратегию он выбирает, соглашаться с ним или не соглашаться, думать самим. В общем, очень полезная система. Иногда, конечно же, бывают некоторые глюки и баги, но в общем и целом мы очень благодарны Yellow Brick за проделанную работу. И благодаря им наши гонки, которые проходят далеко от берега и, наверное, не видны большинству зрителей. Это не футбол, который можно смотреть по телевизору. Но, в общем, благодаря Yellow Brick вы можете присутствовать и можете следить за нами онлайн. Ну, собственно, старт, стартовая зона. Меня вытянули на старт практически последний, поэтому сориентироваться у меня особенно времени не было. Ну и опять же, учитывая то, насколько уставшей я была на тот момент, было, грубо говоря, не до стартовой стратегии, не до стартовой борьбы. И я, в общем, должна была и хотела просто стартовать спокойно и постепенно набирать вход, постепенно настраивать лодку. Потому что, конечно же, я не ожидала, что вот так вот я прямо сяду на нее и поеду первая без тренировок и без настроек. Чудес не бывает, поэтому на старт у меня не было больших амбиций. И стартовала я не очень удачно, потом пошла в правый угол, верхний на север, что, может быть, тоже было не самым удачным решением. Но на тот момент оно для меня было, наверное, простым. Я попыталась уйти из ветровой тени остальных участников, выйти на чистый ветер и спокойно встать на галс и дать себе время разобраться с настройками, дать себе время найти снова скорость. Снова найти скорость яхты. Поначалу мне казалось, что не очень хорошо я иду, что со скоростью у меня есть трудности. И постепенно я разбиралась, разбиралась, разбиралась. Старт гонки положен. У меня получился достаточно сложный, плохой старт. Лодка пока еще не настроена, конечно же. Приборы не откалиброваны. Калибровку делаю прямо сейчас по ходу, ввожу поправки. Много настроек еще нужно сделать. Сейчас прошло уже примерно 10 миль бейдевинда. Такой очень-очень косой лавировки. И поначалу не очень хорошо у меня получалось, лодка не очень шла. Сейчас я уже немножечко разогналась и начинаю качап. Начинаю потихонечку догонять соперников и обгонять рейки. Продолжение следует... 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 чтобы вы могли понимать, насколько условия в гонке могут быть разными. Вот на этом видео мы проходим сам пролив в условиях достаточно сильного течения. Это течение попутное, практически без ветра, то есть при ветре 6-8 узлов. Вот так вот это происходит. После нас ожидало постепенное усиление ветра. Это была лавировка на Фордевент. Вот прогноз нам показывает, от 5-10 узлов раздуван до 8-13. Но на самом деле потом раздувало еще больше, и в итоге у нас было 15-18 узлов. Шли мы под большими спинакерами с полными гротами. И я очень рада, что был такой опыт именно в достаточно... Это уже достаточно сильный ветер для большого спинакера на мини. И был такой опыт прикинуться вместе с моими товарищами, с теми, у которых похожая скорость. И мне удалось эту скорость тоже удержать. Спинакер я поставила после прохождения стремнины. И постепенно старалась выбраться сначала чуть-чуть выше, чтобы поймать ветерок. То есть приходилось немножечко приводиться, чтобы поставить спинакер, чтобы он стоял. Потому что по-прежнему при сильном течении вымпельного ветра было очень мало. И потом, помня о прогнозе, помня и заглядывая в свой роутбук, в свои записи, в свои пометки о стратегии, я решила сделать галс к берегу, в бухту, поскольку ожидала, что там будет немножечко больше ветра. Кроме того, я планировала пройти как можно больше в сильном течении, которое было потоком, собственно, из пролива радиусами. Поэтому я сделала галс к берегу. В первую очередь шла туда достаточно далеко. Шла одной из самых северных лодок и потом сделала поворот, чтобы по-прежнему оставаться на течении. И уже выбиралась к своим соперникам, чтобы их не потерять. То есть пыталась их контролировать. Жизнь налаживается. У нас дует 11-12 узлов по поднячкам, лавировка на фордвенд. Я решила сделать небольшой галс в берег, а потом от него, чтобы оставаться в течении и не терять соперников. Поначалу прототипы и серийки двигались примерно с одинаковой скоростью, потому что ветра было не очень много. И преимущества, которые были у прототипов, было невозможно использовать. Но по мере раздувания, по мере усиления ветра, прототипы начинали выбираться вперед. И в итоге достаточно быстро я влилась в группу лидеров и начала соперничать с теми прототипами, которые близки со мной по скорости. Это Себастьян Пебелье, 787-й. Лодка достаточно старая, но Себастьян очень хорошо ей управляет. Это 950-й Франсуа Шампион. Ну, лодка новая, очень крутая, очень-очень классная. И Франсуа умеет ходить быстро. И это Пьер Леруа на совершенно новой лодке с крупным носом, номер 1019. Такие лодки славятся своей скоростью на реченке, то есть галфинг, острый бакштег. Ну и незабываемо про 850-й Систершип Канопуса. Это лодка, на которой в прошлом году гонялся Антуан Перин. И в этом году на ней гоняется Виктор. Собственно, тоже опытный, сильный гонщик с светлыми идеями и со стратегией. То есть, который понимает, что он делает, знает, что он делает и знает, зачем он это делает. От мыса Каваль до Леглинан начало раздувать еще больше. И мы даже начали ловить броченки. То есть, стало достаточно сложно делать повороты Фордвинт. Они были достаточно рисковыми. И у Себастьяна были броченки, у меня были броченки. Я не видела броченков на 950-м и 1019-м. Это лодки с круглым носом, они более устойчивые. Но поскольку мы не ожидали еще большего усиления, все пытались сохранить большие спинакера. И все пытались сохранить полные грота, чтобы идти как можно быстрее. Вот там с белым спинакером это Франсуа Шампион. Один из основных соперников. Его лодку я хотела купить, когда я выбирала, но цена очень сильно кусалась. Он ее тогда продавал, а сейчас сам готовится к мини-трансату. Лодка такая же, практически такая же, как была у Аксель Триан номер 945. У этой лодки номер 950 это проект Ломбард в новой матрице. То есть, архитектор тот же, что и у Конопуса, но матрица другая. Таких построено три лодки. Две во Франции, одна в Испании. И вот Декасейл, Себастьян Побелье, тоже один из основных соперников. Все сделали поворот, чтобы быть вместе со мной, потому что сейчас я, как это ни странно, выхожу на лидирующие позиции. Я очень рада, что мне удалось найти свою скорость на этом бакштеге, на этих бакштегах. И что удалось держаться вместе с ребятами. Стоило только уйти с руля, чтобы приодеться. Сразу меня обошли двое. Сейчас режим глиссирования подхватывается, нужно рулить вручную. Анализировав все прогнозы и посмотрев на то, как реально развивается ситуация, надо посмотреть на то, как реально дует. Я поняла, что дуть будет до середины ночи примерно. И что на остров Груа мы будем выходить с достаточно сильным ветром. И мы должны были выходить немножко в привод. Я боялась, что мне не удастся вынести мой большой спинакер, что придется либо брать вифы на гроте, или придется вообще делать замену. Ветер качало, то есть были осцилляции, заходы и отходы. Но в итоге удалось пронести большой спинакер на протяжении всего пути к острову Груа. И, конечно, мы с Себастьяном кувыркались, как котята. Если честно, я сделала примерно 20 бротчингов. Но бротчинги эти были достаточно мягкие. Лодка выходила из них практически сама. То есть мне не приходилось даже травить спинакер. Нужно было как бы просто увалиться. И в тот момент, пока в нем еще нет ветра, успеть увалиться достаточно, чтобы лодку не подхватила в новый бротчинг. И опять же, почему я решила оставить большой спинакер, несмотря на все эти бротчинги? Потому что, проходя остров Груа, мы должны были уваливаться. То есть опять ставить большой спинакер. При подходе к берегу ветер чуть-чуть ослабевает. И это тоже надо было учитывать. И чтобы нести меньше спинакер, может быть, без бротчингов, нужно было сделать две замены, которые меня бы откинули сильно назад. Потому что в этот момент скорость наших ходов была 10 узлов и больше. И, соответственно, на замену я должна примерно 10 минут. Я же меняюсь одна. У меня нет экипажа, который быстро сделает замену, как это делают на опынах. Я не знаю, за минуту, по-моему, у нас был самый лучший результат. В общем, я одна. Замена происходит реально минут 10. Две замены – это уже 20 минут. И, соответственно, какое расстояние я потеряю на этих заменах, надо понимать. В итоге я посчитала, что лучше я попрочусь немножко, зато останусь под большим спинакером. И, собственно, то же самое сделал Себастьян. Ричинговые лодки не вручила. Я не видела у них в ротчингов. Блин. Но в итоге все мы вышли по-прежнему достаточно плотной группой на огибание. Ричинговые лодки немножечко нас впередили. Но это было закономерно. Борьба продолжается. Проходим остров Груа. Я к нему вышла четвертый. Мне пришлось очень сильно вырезаться с потерей скорости, чтобы вынести большой спинакер. Поэтому я потеряла три позиции. А сейчас входим вот в такую вот бяку. Хотя дождя на гонку не обещали. Такие новости на борту. Само огибание острова Груа далось мне не очень легко. То есть я достаточно просто прошла вдоль него. Там был постепенный увал с постепенным ослаблением ветра в дождь. А потом была точка огибания достаточно на удалении от самого острова. Это самая дальняя точка огибания Буй-Леша. И я видела, как ребята передо мной, Себастьян, Пьер и Франсуа, я видела, что они сделали поворот слишком рано. И они в итоге не вышли на знак. Им пришлось сделать еще один поворот. Они там стояли в достаточно слабом ветре. И я решила пойти конем и повернуть вовремя, как я рассчитала. И в тот момент, когда я повернула, оказалось, что тут как поддунет. Ветер зашел. И в итоге у меня оказался на знак уже даже не бакш, так а ричинг. С углом около 100 градусов. И, соответственно, в тот порыв, который мне думало, а думало мне там 16-17 узлов, при таком углек ветру я не смогла вынести свой большой спинакер. Мне пришлось рубиться достаточно срочно. И я потеряла высоту. И пришлось выходить на знак уже под стакселем. Повороты форда винт, ребят, не видно. Потому что, опять же, из-за ограничения трекера в 30 минут. Он его просто не поймал. Но видно, что я прошла гораздо дальше. И на этом Виктор очень сильно ко мне подтянулся. И вот там еще один протик. Спиди Мальтис. Это Тимоте. Очень славный мальчик, который потом сломал бушприт. И, к сожалению, не смог получить хорошего результата в этой банке. Теперь ему придется перед фаснетом срочно делать новый бушприт. Я очень надеюсь, что он успеет. Все это происходило уже после заката. Постепенно мы входили в ночь. И дальше нас ожидал достаточно полный бейдвин со стратегическим решением поворота. Вернее, нужно было принимать какое-то стратегическое решение. И наш флот лидеров разделился во мнениях. Лодки первые решили поставить женаки и увалиться ниже генералки, падать со скоростью. У Виктора на 850-м, это фиолетовая лодочка, у него, он мне потом рассказал, у него была другая стратегия. Он все время верил в северную позицию и стремился быть ближе к северу. У меня на борту, на этом участке, от острова Груа до Леглинан обратно, было какое-то смятение. У меня не было никакой стратегической позиции на тот момент. Я очень-очень устала. Я весь день не ела вообще ничего, потому что у меня не было времени, не было возможности отпустить руль. Я должна была весь этот сильный бакшток прорулить, чтобы сохранять скорость, чтобы не оторваться от ребят и чтобы не пропустить какие-то важные моменты, чтобы не очень сильно броситься, но не очень долго. Поэтому, собственно, какой-то стратегии у меня не было и я просто шла по генералке. У меня не было какой-то большой веры в то, чтобы закладывать галс вниз, как это предписывала модель Аром. Но и при этом не было желания подниматься севернее наверх. Я какое-то время потратила, опять же, на настройку лодки, потому что это был полный бейдевент с потравленными парусами против волны. Потому что ветер немножечко зашел по часовой стрелке, стал немножечко более северным, а волна осталась прежняя. То есть носом мы шли строго против волны, бились об нее. Может быть, в этот момент действительно было бы лучше поставить женак и идти более полога с большей скоростью, скинуть наветренность, упасть вниз. Но на тот момент для меня это было не очевидно, поэтому я просто шла по генералке и старалась настроить лодку как можно лучше. В итоге мне в какой-то момент получилось добиться скорости, получилось добиться настройки. В какой-то момент я даже поставила маленький женак и немножечко попадала, вернее, даже не попадала, а прошла по генералке с большей скоростью до самого леглина. Но потом я собиралась подниматься выше, то есть я собиралась приводиться, но, в общем-то, и все собирались приводиться. И женак я убрала, и дальше пошла уже чисто в лавировку. Ветер начал понемножечку затихать, это было уже ближе к утру, и, наконец, удалось немножечко отдохнуть, немножечко поспать. Рулить вот Груа до Глинана пришлось тоже вручную, потому что на таком курсе, при таком направлении волны автопилот работает не очень хорошо, и вручную получается быстрее. И вот я пока рулила, взвешивала, что же я хочу больше после того, как это все немножечко стихнет. То ли я хочу больше спать, то ли я хочу больше есть. В итоге, когда ветер чуть-чуть подстих, я поняла, что бог-то с ней с едой, лучше я посплю. И смогла отдохнуть пару раз по 20-30 минут. После прохождения мыса Капкавали, мы начали втягиваться в достаточно слабые ветра, потому что мы входили в зону хребта, центра высокого давления. И это в очередной раз потребовало нашего полного внимания и полного контроля. Пришлось в очередной раз проснуться. Здесь я уже не постеснялась приготовить себе первый раз еду через сутки после своего завтрака. И начала активно следить за соперниками по АИС и наблюдать за ветровыми пятнами, которые то появлялись, то исчезали. Поначалу это был верховой ветер, то есть пятна даже было не всегда видно. Иногда просто подхватывало что-то сверху. Потом пятна начали простираться все более реально, все более видимо. И в какой-то момент я поняла, что опять же есть соперники, которые приняли более южную позицию. Это Себастьян, Пьер и Франсуа. И есть Виктор, который пошел ближе к берегу. Я могла наблюдать, я могла видеть их, но не могла оценить скорость. Понятно, с помощью АИС немножечко подсматривала. Но было очень трудно оценить, как у них стоят паруса. То есть очень было трудно оценить направление ветра. Виктор искал термики ближе к берегу. Ребята шли, как предписывал роутинг, который сделал нам Кристиан Дюмар, наш метеоролог из школы Лориан Гран-Лярдж. Я была где-то посередине, потому что я еще не была уверена, что я хочу идти на юг. И не была уверена, что хочу идти на север. Но когда я увидела распространение пятен, в какой-то момент я поняла, что сейчас пришло мое время. И это время перекидываться на юг и идти к основным соперникам, пытаться их контролировать. В итоге в какой-то момент мы все выстроились в одну линию, что фактически дало новый как бы рестарт гонки. Такое часто случается, когда лодки входят в штилевую зону и как бы спрессовываются. И ты как будто бы стартуешь заново. Сегодняшнее утро встречает полдым штилем. Пока что с нами попутное течение около 0,5 узлов. Ожидается, что такая погода, такой ветер, вернее его отсутствие, будет до полудня. Вернее после полудня появится какой-то новый ветер. Может быть, а может быть и нет. За ночь поспать почти не удалось. Был женак, Кот Зеро. Была лавировка. Приходилось очень много рулить руками. Удалось подремать, может быть, полчасика. Очень хочется спать, но приходится рулить, потому что в безветрии. Кроме меня этого никто не сможет сделать. В этот момент уже постепенно нас начали догонять серийки сзади и протики более задние. И рядом со мной был Джей Томсон на спиде Гонсалес. Это единственная крылатая лодка этой гонки. Очень интересный проект. И наступали на пятки, что, в общем-то, заставляло нас всех понервничать. Меня, лично меня, это заставляло понервничать. Но, опять же, когда я приняла решение сделать поворот и пойти в более южную позицию, мои задние соперники, Джей, мнение мое не разделили. И решили все-таки остаться там, где они были. Подул ветерок. Под большим спинакером идем почти на марку. 20 миль идти. На марке нас ожидает в очередной раз очень сильное течение. Скорее всего, встречное. Все будет зависеть от того, насколько стабильным будет этот ветер. В итоге я единственная сделала поворот, пошла немножечко поперек флота и догнала, фактически догнала лидеров, подойдя к ним с более выгодной подветренной позицией. То есть я могла идти с большей скоростью, потому что у меня была возможность приводиться под большим спинакером. И постепенно я догоняла, догоняла, догоняла и догоняла. В какой-то момент встав между ними, заняв позицию более выгодную между ними и знаком. Дальше произошел очень интересный момент, который был очень неоднозначным. Когда я потом посмотрела на трейкере свой маневр, это действительно смотрелось, как будто бы я тупо сходила назад. Но когда я была на борту своей лодки, это смотрелось совершенно иначе. Это было вполне себе просчитанное решение. Я имею в виду свой поход на юг относительно всего флота. То есть я единственная сделала такой вот крюк, на что я, собственно, рассчитывала. В то время, когда мои соперники сделали поворот в сторону гряды, там простирается такая огромная каменная гряда с сотмелями, скалами и всеми-всеми прелестями. И с очень сильными течениями. То есть ребята Франсуа, Пьер, Себастьян посчитали, что им будет выгоднее пройти там по течению. Но мы все ждали смены ветра. Должна была прийти смена ветра. Мы шли на тот момент под спинокерами, соответственно, дуло примерно юг. Ветер должен новый был прийти с северо-запада. И в какой-то момент, когда Пьер и Франсуа повернули, они шли еще под спинокерами. Я увидела, что у Себастьяна происходят катаклизмы. И он идет уже не под спинокером. У него явно стоит женак или даже стаксель. Было плохо видно, но явно у него уже другой ветер. Я поняла, что вот оно сейчас произойдет, что новый ветер приходит, и что нужно стремиться быть как можно ближе к нему. Поэтому я продолжила свое движение в направлении Себастьяна, в направлении нового ветра. И когда его получила, мы получили лавировку. Мы шли с Себом еще уже в новом ветре, не по направлению к знакам, потому что нас немножечко начало уваливать. А Пьер и Франсуа шли, на 180 с нами расходились под спинокерами. И тогда для меня стало ясно, что они просто повернули назад. На этом как бы их гонка проиграна. Это было уже очевидно. Когда вот в этот вот момент повернул Себастьян и пошел контролировать 950-й и 1019-й, мы с ним, собственно, потом обсудили этот момент. Он рассчитывал на более выгодное течение, потому что он сделал галус в сторону гряды с попутным течением, а потом течение должно было его сносить вниз. Это все я брала в расчет тоже. Я на тот момент шла даже не с боковым течением, я шла против течения, но достаточно слабого. В той зоне было еще слабое течение, и я понимала, что мне все время будет как бы течение в бок. Наверное, если бы я брала в расчет только течение, то я бы выбрала позицию Себастьяна, который его, собственно, повернул. И пошел к гряде достаточно быстро, 6 узлов он делал против моих трех. Пошел контролировать соперников. Но мой расчет был на то, что в тот момент, когда это произошло, в тот момент, когда он повернул, заход ветра был еще недостаточным. То есть направление ветра было на тот момент 300, а я ожидала, что будет до 285, до 275 даже. И я просто ждала, когда придет еще больше заход, с помощью которого я смогу отыграть все потерянное на течении. А теряла ли я на течении или не теряла, было достаточно неоднозначно, потому что точно рассчитать это, естественно, невозможно. Не поленитесь, откройте карты течений на этот регион, на это время, и вы сможете прекрасно представить, я надеюсь, что было в моей голове, какой там компьютер, калькулятор все это считал. В итоге я рискнула и пошла против всего флота, пошла ва-банк, скажем так, потому что я уже на самом деле не сильно боялась, что я проиграю Пьеру и Франсуа, для меня они были уже как отрезанный ломоть. И я продолжала бороться с Себом, и это был мой шанс что-то отыграть. Который я использовала, взяла риск и не прогадала. Вот так вот это выглядит. Вы можете посмотреть, под какими углами мы ходили, и все это достаточно трудно рассчитать, и в итоге моя стратегия осталась верной, и она оказалась выигрышной. На знак я вышла уже первой, и потом Себ мне сказал, что когда он видел, что я огибаюсь, огибалась я в 0,8 милях от него, он понял, что догнать меня он уже не сможет. Дальше наш путь пролегал в губку Дуарна. Это был не прямой путь, это была все так же лавировка на фордовинт. Мы вместе с Себом прошли достаточно далеко на север, чтобы выйти из зоны сильных течений. Опять же, чтобы нас сносило как можно меньше, мы вышли на более слабые течения, где уже продолжили борьбу между собой. При этом мне удалось настроить свою лодку каким-то таким образом, сбалансировать ее по весу, автопилот, паруса, что она окатилась сама. Я потратила на это достаточно много времени, много внимания, и мне удалось отдохнуть. Я вытащила свою огромную подушку в кокпит, легла там спать, завела будильник, каждые 20 минут проверяла, что все ли паруса по-прежнему хорошо настроены относительно изменяющихся условий, и со всем этим мы начали входить в залив Дорнене. Осталось 5 миль до финиша. Я сейчас на первой позиции. За мной 7, примерно в полутора милях. Но, как мы знаем, все может измениться в любой момент. Мы входим, вошли в залив Дорнене с закатом. Сейчас дует, наверное, это все-таки бриз. И что случится дальше, никто не знает. Бывало такое, что ветер полностью умирал, и лодки стояли по несколько часов ночью под берегом. Поэтому скрестили пальчики. 5 миль. В залив Дорнене мы входили с закатом солнца, и я очень сильно опасалась, что вместе с закатом умрет полностью ветер, который был, очевидно, в большей степени термический, бризовой. Потом оказалось, что все-таки это был градиентный ветер, поэтому он не умер, что меня очень сильно порадовало. Но Себастьян тоже разделил мое мнение. Он тоже опасался, что мы сейчас пойдем и где-нибудь встанем под берегом. Этого не произошло, к счастью. И в дальнейшем моя финальная стратегия была тупо контролировать Себастьяна. То есть куда он, туда и я. Собственно, даже если бы он принял какие-то неправильные решения, я бы пошла вместе с ним, просто чтобы зафиксироваться, зафиксировать свою позицию между ним и знаком. За то, что должен сделать спортсмен, собственно, на финишной прямой. В какой-то момент мой трекер глючил. Он терял мою позицию, и поэтому вам казалось, что Себастьян меня обогнал. Но это было не так. Себастьян по-прежнему оставался на почтительном расстоянии от меня. В общем и целом, мне удалось нарастить отрыв по сравнению с огибанием еще на одну с половиной мили. И финишировала я все-таки первая, чему очень рада. Я выиграла эту гонку. Даже не верится. В темноте еле нашла финиш. Таким образом успешно удалось завершить эту гонку. С одной стороны, неожиданно для меня, потому что, если честно, я не рассчитывала, что после стольких дней ремонта и без тренировок мне удастся выступить так хорошо. С другой стороны, как мне писали потом, результат был вполне ожидаемым. Вернее, даже не столько ожидаемым, сколько он стал наградой за все труды, за все трудности, которые мне пришлось пойти за последние месяцы. Дальнейшие планы участвовать во всем, в чем только можно. Пока что в других гонках я в бейтинг-листе. Но я очень надеюсь, что мне удастся получить место и отгонять как можно больше. Итак, это был разбор полета в гонке МАП. Спасибо большое, что смотрите нас. Любите наших спонсоров, любите наших партнеров. Интересуйтесь их продукцией, потому что она действительно отличная. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на Facebook, на Instagram, потому что там бывает то, что невозможно опубликовать на YouTube. И до новых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова